Друзья, обязательно перед началом просмотра этого великолепного видеоролика подпишитесь на мой телеграм-канал, реально рекомендую, здесь очень интересно, я говорю сразу и буду продолжать говорить, здесь выходят всякие разные анонсы, всякие новые видосы, интересные темы для размышления, вот, например, кадры, где я просто еду на машине, например, личная моя жизнь и так далее, различные опросы, голосования, конечно же, розыгрыш, который уже прошел, но все-таки еще будут интересны всякие розыгрыши, поэтому реально рекомендую подписаться. Нас уже целых 41 человек, поэтому ты можешь стать 42-м, а может быть и дальше, потом подпишись, ссылка обязательно оставлю, либо в закрепленном комментарии, либо в описании к этому видео, так что, вязаемую телегу, ну а мы начинаем. Народ, всем здраво, по-моему, мой канал Дядя Никит, сегодня у нас с вами будет новое интересное видео, это концепт Тотти команды Team of the Year, который совсем скоро появится на просторах FIFA Mobile, совсем скоро у нас с вами будет FIFA Mobile Тотти, Тотти события, Тотти карточки. Давайте сегодня разберем концепты, самые популярные на эту игру, на это событие Тотти. У меня всего сегодня было два концепта, я нашел реально классных, которые более-менее похожи на настоящие, и в общем давайте уже наконец-таки начинать. Два классных Тотти концепта, которые сейчас будете видеть все на экране, и сегодня мы с вами их разберем, и постараемся посмотреть, и примерно сравнить, какой у кого будет ОВР, поэтому погнали. Первый Тотти концепт, это вот так вот он выглядит, и вы видите все ОВР, у себя на экранах, вы видите всех игроков, в основном их здесь очень много, но именно из основной команды их всего лишь будет 11, 12-й будет бонусный. 11 игроков это Ливандовский, Месси, Мбаппе, Дебрюйна, Канте, Жоржиньо, Рубин Диаш, Маркинис, Конселу, Хакими, Донарума. И 12-й бонусный игрок это Криштиану Роналду, это игроки, которые попали в команду года, как 11-й игроки и 12-й игрок. А дальше уже идут игроки, которые не в основной команде года, это Саллах, Бензима, Холланд, Бруно Фернандеш, Горецкая, Рюдигер, Алабо, Фолден, Минди, Чеза, Инсини, Калибе, Банучи, Волкер, Дэвидс. Вот, вы видите их у себя на экранах. В целом, что я могу сказать по поводу УВРа? УВР в принципе ничем не отличается от 19-й версии Фирмобайл, потому что 19-й Фирмобайл тоже максимальный рейтинг у Тоти это был 96. Потом уже были Ultimate Тоти, там уже были 99-е и бонусный 100-й игрок, который был в золотом билете. В основном 96 это максимальный УВР на Тоти, на каждый год, на каждое событие. В этом году максимальный УВР 96 получили Месси Ливандовский и Мбаппе. Вот так выглядит концепт, по мне очень похожий на настоящий, по мне очень классный, прикольный. Я бы сам лично поиграл бы за очень многие карточки. Но и в целом Тоти это реально очень классная атмосфера, классное событие. Давайте переместимся ко второму концепту, который не менее интересный, чем этот. Концепт особо сильно не похож на оригинальный или на вообще настоящий. Это больше такое типа, реально видно, что это как будто бы фейковый. По той причине, что не может быть 13-го игрока в Тоти команде. Да, конечно же, Неймар провел классный сезон, в целом, как и обычно, хороший, забивал. Чуть-чуть, конечно, менее ярче, чем прошлый, но все же, не может быть 13-го игрока. Будут лишь только игроки резерва. Неймар, скорее всего, попадет просто в Тоти резервистов, но он не попадет в 13-го игрока. В 12-го то, что Роналду это реальный факт, но такой большой УВР, скорее всего, не будет. Также здесь представлены два типа карточек. Мэйси, Мбаппе, Ливандовский. То есть два типа. Какой тип будет больше реально похож на оригинальный или настоящий, решили только сама игра, сами разработчики. Мы лишь можем только гарантировать то, что будет очень интересно. Вот твердать тоже не можем. Мы можем только знать, что будет реально очень интересное, классное событие, которое, скорее всего, будет предназначено для донатеров. Потому что, учитывая, что у нас все последние события только для донатеров, то, скорее всего, Тоти Атакерс, Тоти Дефендерс и Тоти, конечно же, полузащита, тоже будет с донатом. Поэтому это событие полностью донатерское. Но не спешите отчаиваться, потому что, скорее всего, без доната получить карточку одну из Тоти тоже, я думаю, будет возможно в теории. Ну, там, конечно же, не из основных кого-то. Но, я думаю, Тоти Резервист вполне возможно будет получить без доната. А может быть, если повезет, и Тоти, основные команды. Потом как-то так закончится этот видеоролик, я надеюсь, он вам реально понравился. Если это так, то обязательно ставь лайк, подписывайся на этот канал, пиши в комментариях, ждешь ли ты события Тоти. И обязательно пиши в комментариях, кого бы ты хотел получить из игроков Тоти к себе в команду. Мне будет очень интересно почитать. С вами был Дядя Никит, не забывайте, сегодня вечером будет стрим, седьмой день, седьмой марафон стримов, вечерний. И сегодня будет очень интересный вечерний стримец. Поэтому все, с вами был Дядя Никит, всем пока.